Да. Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Рава Уришерки «Хидуш Гадоль». И раздел, который мы сейчас читаем, называется «Изучение Тора». Итак, я читаю следующий отрывок. «Изучение Тора при финансовой поддержке общества». Я видел, что один из современных авторов написал следующие слова. «Тот, кто внимает мнению Рамбама и упорствует в том, чтобы зарабатывать трудом своих рук, чтобы не приступать его слова, должен знать, что это совет злого начала и запрещено следовать этому благочестию. Но должен человек брать деньги от общества, получать снабжение, чтобы смог он изучать Тора». «Невероятно, как религиозные взгляды изменились за поколение. Кто теперь скажет, что иудаизм не развивается?» Это ирония. «Да, я понял, что это ирония. Вопрос в том, какой ее знак. Сам Равшерки считает, что это неверно, что нужно все-таки зарабатывать трудом своих рук или нет? Или что не нужно упорствовать в том, что нельзя зарабатывать трудом своих рук?» «Да, да. Это вот такое…» «Не знаю, не знаю». «Ну, это как раз тот случай, когда нужна устная традиция. То есть нужно знать позицию Равшерки в этом вопросе, чтобы понять, какова здесь ирония. Поскольку мы не видим его лицо, не знаем контексты, не знаем его отношения…» «Но до этого мы учили что-то противоположное, помнишь? Что человек, когда он поднимется на определенную ступень, ему важно заниматься другими вещами, иначе он и в таре не будет продвигаться, да?» «Да, точно, точно». «Да, и вчера тоже было занятие, где он как раз призывал и тоже говорил про злое начало. В чем его смысл, что человек должен жить полноценной жизнью?» «Злое начало как раз ему советует уходить в что-то одно, да, получается?» «Ну, он говорил так, что вот, например, желание кушать, там, любить, что-то еще делать, можно сказать, что оно сугубо материальное, что это злое начало, но на самом-то деле это просто желание жить, поэтому…» «Да, но вообще в вопросе получения денег от общества для изучения тары он очень непростой, и Раф просто поставил здесь вопрос и не ответил, это довольно жалко, можно ему написать и спросить, что мы не поняли, чему Рафа…» «Вроде бы ей смешно, что когда тара становится доходом, приводит к воровству…» «Нет, ну это известно, да…» «Ну а куда дальше надо лезть? Все сказано…» «Так, секундочку…» «Ты не про это вечно…» «Нет…» «Мы не хотим понять, что хотел сказать Рафше, он привел слова Рамбана и говорит, что в наше время люди восстановлены совершенно противоположно и тому, что вы говорите в Талмуде, и тому, что Рамбан восстановил Майманин…» «В таком направлении развивается у нас эгоизм, оказывается, что люди не считаются с этим мнением, а считают, что зарабатывать не обязательно…» «Смотрите, я не знаю, как Рафшир, действительно, но в некоторых случаях, например, когда отправляешь сына учить тару или дочь, ты его поддерживаешь не от общества, а ты сам поддерживаешь, чтобы он учился, и это нормально…» «Конечно…» «Конечно…» «Но, видимо, он здесь имеет в виду не это…» «Не это…» «Он имеет в виду то, что всю жизнь человек сидит и изучает тару, и, собственно, это его основное занятие…» «Только изучение…» «Рафширкин, например…» «Если он Раф какой-то общины или Раф в городе…» «Это должность, он делает на этом много чего, он не только изучает тару» «Можно еще две минуты сказать одно слово?» «Ну, скажите, конечно…» «Я, конечно, не глубокий верующий человек, но я просто думаю, что Бог все устроит так, как надо…» «Если есть Раф, который излучает дух вокруг себя этой тары…» «Ему будут приносить и на шаббат, и как вот там в Сибири, если на хануку нужно было…» «Свечки масла будут и выздоровление…» «Бог все сделает, как надо…» «Речь идет, когда мы не в Боге и что-то выпендриваемся…» «Вот об этом вся речь идет…» «Где этот компромисс?» «Вот так я думаю…» «Ну, наверное…» «Я тоже так думаю, что Бог все сделает, как надо…» «Но мы этого обычно в жизни не видим…» «Может быть, только за одним числом…» «Честно говоря…» «Иногда ты спрашиваешь Бога…» «Ну, зачем ты со мной все это делаешь?» «Что ты хотел мне этим сказать?» «Ты не понимаешь, почему я был такой хороший, а ты вот…» «Я все старался сделать, как надо…» «И что-то вот…» «Излучал, может быть…» «А у меня были сплошные неприятности…» «Мало ли бывает у людей в жизни неприятности…» «Ключевое слово «я был таким хорошим»» «Это главная яма, в которую мы все сидим по воспитанию…» «Ну, даже не про себя, про другого человека…» «Который, вы знаете, что святой человек…» «И он попадает в лагеря и куда угодно…» «Кого только…» «Равзильбер, например…» «И тот человек, да…» «Что-то ты не пришлось ему, дам, пережить…» «И нельзя сказать, что все, что делал Бог…» «Это люди делают…» «Ты не знаешь…» «Нельзя рассчитывать, что каждый день…» «Делает только Бог, а мы инструменты…» «Пока у нас в голове сидит, что мы делаем…» «Это и происходит…» «Это очень сложно…» «Я согласна…» «Я с вами согласна…» «Я с вами согласна…» «Но это мы сейчас залезем в очень тяжелую область, которую мы неразрешимы…» «Просто мы здесь неразрешимы…» «Оно, в принципе, тяжелое и неразрешимое…» «О смысле страданий…» «О свободе воли…» «И прочее…» «Так что давайте продолжим…» «Я предлагаю…» «Я поняла вашу мысль…» «И она действительно имеет…» «Мы две тысячи лет этим идем…» «Что сказал А…» «Что из этого вышло…» «Б…» «А где я там…» «Никто не знает…» «Это неправда…» «Вот этого я никак не соглашусь…» «Потому что…» «Все, что мы читаем…» «Все, что мы учим…» «Гаждый человек…» «Он ищет отражение в себе…» «А иначе…» «Зачем он…» «Тогда и учить нечего…» «И читать нечего…» «Литературу…» «Умы не читали…» «Если бы это не отзывалось в нашей душе…» «Я как у Ригипа себя веду, к примеру…» «Нет, я не такой…» «Ну, это я так утрирую…» «Но на самом деле…» «Все это отзывается у нас…» «Ладно, давайте действительно…» «Продолжим…» «Потому что этот вопрос…» «В любом случае…» «Мы его не…» «Не решим сегодня…» «Да… «Тем более дальше…» «Там будет как раз на эту тему…» «Ну…» «Тогда пойдем дальше…» «Я передаю микрофон на Хаме…» «Я тогда буду читать по русскому тексту…» «А ты…» «Или следить тоже надо…» «Не знаю…» «Можно не соглашаться с мудрецом…» «Да…» «Это разрешено…» «Человек может сказать…» «Жалко, что так постановили Галаху…» «По мнению Рабио…» «Еси…» «А не по мнению Рабио…» «Действительно, это так…» «Галаха всегда по Рабио…» «А не по Рабио…» «А не по Рабио…» «Это я всколько говорю…» «Мы знаем, что они великаны…» «Мировой величины…» «И мы не достигаем даже их ладыжи…» «И несмотря на это, у нас есть право считать…» «Что желательно было бы сказать так, а не иначе…» «То есть это касается…» «В данном случае…» «Я всколько говорю…» «Даже…» «Разногласий самых базовых…» «Разногласия в Талмуде…» «Но это…» «Вовсе не значит, что мы…» «Себя уподобляем им…» «То есть я…» «Это я всколько говорю…» «Да…» «Я маленький человек…» «Я знаю, что я маленький…» «Но у меня есть право на собственное мнение…» «В академии находятся такие, которые называют раби Акива…» «Бен Юсефа Акива…» «Наверное, я думаю, что так они будут ближе к нему…» «Но как раз незнание правильного отношения к рабе Акива…» «Отделяет человека от его учения…» «Отдаляет…» «Они хотят быть ближе, а это отдаляет…» «Да…» «Если ты скажешь раби Акива, то сможешь начать понимать, о ком идет…» «И что он говорил…» «И, возможно, будешь праве оспаривать его слова…» «Нужно знать, о ком говорят…» «Тогда становятся ясны…» «Стилевые рамки, в которых следует говорить о нем…» «Вообще, это вот действительно очень такая важная тема…» «И как нужно говорить о мудрецах…» «И как нужно к ним относиться…» «То есть это правильное соблюдение…» «Равновесие между…» «Правом не соглашаться с каким-то галактическим выводом…» «Или с каким-то мнением…» «И полным уважением…» «Или даже больше того…» «Признанием, что это великий человек…» «А…» «Поэтому…» «Когда ты…» «Я думаю…» «Когда ты осознаешь величие человека…» «И все равно с ними соглашаешься…» «Это имеет вес…» «Хойдем дальше?» «Э…» «Или есть что еще добавить?» «Ну да, в принципе, мне кажется, все здесь понятно…» «Ну, вероятно, это вытекает опять же из «сделай себе Рава…» «Да, что ты должен этого Рава поставить выше себя…» «Держать вот эту дистанцию…» «Именно тогда ты сможешь от него получать…» «Да, если ты его как-то на один уровень с собой ставишь…» «И получить от него ничего не можешь…» «Да, это в рамках того, что мы говорили раньше…» «Но…» «О праве не соглашаться…» «То же самое…» «Если ты действительно поставил на один уровень с собой…» «И не можешь правильно оценить его…» «Тору…» «То, что ты говоришь…» «Получить от него…» «Обдумать его как следует…» «Я, может быть, здесь не совсем к месту…» «Но просто я упомяну…» «Почему Галаха…» «Как бы Эдгилель…» «Там идет речь о равновеликих…» «Как бы…» «Людях…» «Гилелю Самай…» «Или школах…» «И причина, почему Галаха обычно…» «Не во всех случаях…» «Но обычно идет по школе Гилеля…» «Потому что они сначала изучали…» «То, что говорит по этому поводу Шамай…» «То есть они, с одной стороны, проявляли к нему уважение больше, чем…» «Наоборот, Шамай проявлял к ним…» «А с другой стороны, чисто технически…» «Когда ты вникаешь в подход кого-то другого…» «Ты уже вникнул до конца…» «И все же…» «У тебя есть еще что-то на это возразить…» «То этого есть…» «Есть ценность…» «А если ты просто…» «Ну, что же они говорят…» «Мы с ним не согласны…» «Не стоит их учить…» «Тогда у твоего возражения ценности нет…» «То, что я хотела сказать…» «То есть они изучали Аллаху Шамая…» «И из этого выросла целая школа…» «Которая, собственно, противоположная…» «Нет, у них было изначально свое представление о многих вещах…» «Свой подход…» «Но когда они садились обсуждать какой-то вопрос…» «Они сначала проясняли точку зрения Шамая на это…» «А потом уже свою…» «То есть не из возражения Шамая…» «У них просто другой подход…» «Но когда они их сравнивали…» «Они их сравнили…» «Брали за основу, скажем, Шамая…» «Они сначала изучали Шамая…» «А потом уже собственную…» «А вот это вот, что здесь написано «Академия…» «Да, наверное, это имеет в виду какие-то светские учебные заведения…» «Я не знаю, что Рам здесь имел в виду…» «Академия есть такие…» «Обычно «Академия» это…» «Да…» «Ну, то есть, может быть, светские исследователи там…» «Может быть, это…» «Вообще говоря…» «Ну, может быть, правда, такое есть…» «Но я с этим не сталкивалась…» «Но оборуд…» «Ну, может быть…» «Ну, вообще, действительно, я не очень много…» «Училась я в Академии…» «Но это в таком месте, где с уважением относились…» «И не…» «Так не говорили…» «Может быть, из-за этого…» «Я не знаю…» «Я не сталкивалась этим…», «Я сталкивалась наоборот…» «Осифа Флавио называют…» Иосиф Безмитрикин. Иосиф Безмитрикин. Иосиф Безмитрикин. Иосиф Безмитрикин. Это же было имя его хозяина, которое он получил время. Он был рабом. Но так он известен в исторической литературе. Ну, неважно. Это уже отклонение. А тема явная. Пойдем дальше. Гриша, может быть, про все? Так. Неестественность обучения человека человеком. Естественно ли, что люди обучают друг друга? Ведь на первый взгляд человек должен знать то, что касается его самого. Да. Сам факт, что кто-то обучает меня, это проблема. Потому что, если его слова подходят мне, я должен был и сам это знать. А если я не могу знать это сам, это знак, что это не подходит мне. И лучше бы мне этого не слышать. В любой ситуации, когда человек учит другого, есть определенное сожалению. Ведь учеба должна исходить из сущности самого человека. Сказал пророк Ирмиягу 31-33, что в будущем не будут учить один другого и человек брата своего, говоря, познайте Господа, потому что все будут знать меня от мала до велика. Но поскольку нет выбора, то я рад, что кто-то учит меня. Но это подобно потребности в лекарстве. Я радуюсь, что достал его и печален от того, что нуждаюсь в нем. Да, но это надо обдумать. Да. Ну, я просто не возражаю и не комментирую. Хотела поделиться. Я думаю, всем знакомо такое ощущение, когда ты слушаешь какой-то урок и говоришь, о, действительно так. То есть, на самом деле, мы обычно, я думаю, я и многие другие, принимаем из того, что мы учим, то, что мы как бы и так знаем, и то, с чем мы в любом случае согласимся, даже если не знаем, то, что близко нам. А то, что нет, мы просеиваем и с этим не соглашаемся. А если все нам далеко, то мы просто не готовы это учить или это усваивать. очень редко бывает, что кто-то придет и меня переубедит, приведет серьезные доводы к тому, что я понимаю, ощущаю, что это неправильно. Но это я просто делюсь своим переживанием. Поэтому в любом случае ты принимаешь то, что тебе подходит, то, что ты мог бы знать и сам или даже знал сам. И радуешься и говоришь, о, я как бы, я вот это именно и знал и думал, как хорошо, что этот человек это учит. Но с другой стороны, то есть не с другой, а с той же. Ведь мы молимся, чтобы нам дали способность учиться и учить других. Значит, у человека есть способность, есть потребность какие-то свои знания передавать другому. если бы не было, то есть можно на это взглянуть с точки зрения обучающего. нет, понятно, но вот я не хотела противоречить тому, что Рам говорил, действительно. Действительно, лиламят – это ты можешь научить другого тому, что подходит ему, мне кажется. То есть в обычном случае человек не принимает то, что ему подходит, то, что он не мог бы узнать из себя. Но не все я могу узнать из себя, действительно, потому что мы еще не продвинуты настолько. А в будущем у каждого будет как бы своя Тора. Никто не будет учить другого. Это же, во всяком случае, я всегда так понимала, что каждый будет видеть эту Тору или комментарий немного по-своему. Важность остается в том, что каждый видит со своей стороны и не нужно одному другому учить. Но при этом каждый будет знать во всей полноте то, что он может излечить самого себя. А сегодня вот этого, второго его нет. Поэтому приходится искать себе учителя. Найди себе Рава, тот, который по структуре души, может быть, по характеру, по восприятию мира тебе близок, и тогда он тебя может чему-то научить. А здесь, конечно, есть проблема, потому что найти одного человека, который по всем параметрам подходит. Это действительно сложно. А вот, когда берешь понемножку от того, от другого, от третьего, а что-то отсеиваешь. Вот так же, как мы берем сейчас, да, у Рава Шерки, а могут какие-то другие статьи нам не совсем понятны. ну, нет, по крайней мере. Может быть, проблема. Да, я согласна. Но другого выхода, как бы, нет, мне кажется. В принципе, есть же такой принцип, да, что ты не можешь бегать от Раву к Раву. Взял одного облегчения, другого облегчения, все, что тебе понравится, чтобы полегче. Это явно неправильная тактика. С другой стороны, были люди, тот же самый Раби Акилла и Раби Мейер, от имени которого на основе Мишны, которого построила наша Мишна, Раби Акилла Анаси. То есть просто, если не указано мнение в Мишне, это Раби Мейер. И Раби Мейеру у кого только не учился. Он сначала учился Раби Ашмаэля. Это школа другая. Потом он учился у Раби Мейера, кроме всего прочего, как мы знаем, он учился у Ильиша Бенабуя, который потом отошел от Тары. И тем не менее, он от него тоже много чего взял. И как бы спрашивается, как же так, например, в отношении Ильиша Бенабуя, как он мог у него учиться. Ну, вот он отбрасывал шелуху, а ядро ореха, ядро съедал. То есть он именно этим занимался, отсеивал то, что ему подходит. И мы в каких-то томудических дискуссиях тоже видим, что он как бы взвешивает разные точки зрения, формируя собственный какой-то подход. Но Раби Агила тоже в конечном итоге каждого из своих учеников он научил какой-то ему самому присуще. Ну да, действительно, то есть так оно в принципе происходит, что я какого-то Рава слушаю, какого-то не слушаю, потому что тот, кого я слушаю, он как-то отзывается в том, что во мне уже есть. Да, он помогает мне раскрыть больше или как-то посмотреть со стороны или как-то выразить то, что я не могу выразить сам. Но я это именно чувствую, да, поэтому я его выбираю. С другим у меня нет резонанса, это мне не подходит. Да, но здесь мне кажется, о чем-то более глубоком идет речь. Да, вот именно не будут один учить другого, говоря, познайте Господа. то есть, что мы получаем, мы получаем познание. А вот это познание, оно будет внутри меня, получается, тогда. И не будет необходимости вот в этом втором. Нет, я просто хочу уточнить. Ты думаешь, что вообще не будет необходимости учиться царе вообще? То есть, каждый человек из себя будет познавать вторую, да? Нет, но на самом деле Раф Ширке об этом и говорит, да, в том плане, когда вот повел в углове шмот, да, повел их путем, и повел их путем Плештим, и повел их путем пустыни из Египта, повел путем Плештим. Как это так, да? Что, собственно, в пустыне же была дарована Тора, то есть, Всевышний не намеревался давать Тору, у него был какой-то другой план, да, и Раф Ширке отвечает, да, действительно, у него был другой план. И вот этот план, тот как раз, о котором говорит пророк, да, и то, что называется это Брит Хадаша, да, новый союз, напишу свой закон в их сердцах, да, и каждый будет знать меня. Это так же, как Авраам, да, сказано, что его почки были его раввинами, да, то есть, он из своей природы познавал Творца, но последующее поколение, да, и тем более мы так не можем, поэтому нам нужна Тора, как вот это внешнее указание, как указание детализированное, более того, на разные какие-то детали, да, которые зачастую я вообще не понимаю, почему нужно делать так или нет, да, потому что я нахожусь там бесконечно далек от вот этого состояния, но вот это состояние, оно является именно целью, да, по Раву Шерке, вот, и, как бы, по тому, что говорит пророк, да, мы себе представить особо не можем, да, что вот это знание будет находиться внутри. Можно сказать что-нибудь? Да, конечно. Спасибо. Во-первых, я хочу выразить благодарность Раву Шерке за этот абзац, который, в общем-то, просматривает, по-моему, весь путь иудаизма от начала и до конца. конец его, это когда мы из себя познаем Господа и все лежит у нас, как вы сейчас только говорили, Авраам почки учили, кого-то и так далее. Мы постепенно все время уходили от этого свойства. Мы уходили на уровень наших мозгов. Наши мозги, как доказывает нейрофизиология, она говорит, что вы не можете получить никакой новой нейронной структуры, если у вас еще не готова база для ее усвоения или второй случай, на котором сейчас основная наука сосредоточена, вы не научились отменить себя совсем перед тем, кто дает знания. Вот выбери себе Рава это отмена своей самости и трепет перед ним, что через него в тебя будет втекать. это как ребенок и мама ему закладывать. Если мама ему заложит, что там солнышко сходит по вечерам, то он и будет вечером встречать солнце. И ты ему хоть сколько рассказывай потом, ему придется большую работу проделать, чтобы на первоначальные нейронные структуры положить что-то новое. мы все время запутывали нас, ну вот умниче не ем постоянно. Мы постоянно все глубже и глубже в мозги переходим и отходим от себя. А надо чуть-чуть к себе прийти, и тогда станет понятно. конечно. И тогда станет понятно. Ну конечно это важно. Не будет учить один другого человека, брата своего. Не будет. Помните, да, почему это сделали мудрецы? Почему они решили... Народ такой был. Не-не-не. Народ такой. Народ. Дело в том, что когда человек ориентировался по себе, он приходит к другому. Не-не-не. И за это, конечно. Это придумки, которые нам внушили. Не, это не придумки, это реальность, которая утверждается археологическими раскопками. По археологическим в те же времена, когда существовал храм в Иерусалиме. В период первого храма все были идолопоклонниками. Куча этих плодоносящих там куколок стояла и так далее. Мы никогда не были единобожниками. Ну никогда. Поэтому они и перевели все в область разума. А разум легче воспринять монотеизм, чем когда тут не вмешиваются какие-то запутанные чувства. Поэтому наша задача найти в какой-то момент правильное равновесие. Такое мое мнение. Наверное. Вы правы. Я мало чего знаю. Вы правы. Я думаю, что мы не умеем быть собой. Нам все время нужно всегда общество. нам надо, чтобы было шестьсот тринадцати западе вокруг. А что мне сейчас делать? А вот сейчас как? А как вот ложечку так взять? Или так? Я не обращаюсь к себе. Я ищу, где написано. Я забыл, что есть Бог, который внутри меня живет. Хорошо. Давайте будем искать. Это мы уже использовали. Вот это Раф Шеркей написал здесь. Нет. По-моему, как раз уже были такие ребята, которые вот так сказали. давайте вернемся к себе. Да. Что вот это время, Брит Хадаша, Новый Завет, оно уже настало. Две тысячи лет. Они пришли и сказали, Бог внутри. Не нужна Брит Хадаша. Не нужно все это. Все вы там запутываете. Вот. И результат, как бы, в принципе, теоретически, да. Они, может быть, и правы. То есть, кто знает, когда настало это время, да. Вдруг оно настало сейчас. Вот. У нас есть опыт людей, да. Целое, как бы, сообщество, там, сколько их, миллиарды, да. И вот мы на них смотрим. Есть у каждого друзья, вот, особенно у нас в России, да. С ним можно поговорить, да. Как вот он видит, как он понимает жизнь, как он понимает Библию, да, Тору. Вот. Он так и говорит, да, Бог во мне. Я с ним разговариваю, да. Как я ощущаю, так оно и есть. Вот. Мне кажется, разница не в том, что я вот раз отброшу всю устную Тору, все вот эти, как бы, детали, да, и вернусь к себе, стану слушать свое сердце. А в том, что именно должен быть какой-то объективный критерий, что уже можно, что уже можно слушать себя. Вот если я просто решу... Папа придет и скажет тебе, сыночек, можешь съесть мороженое теперь, а вот еще две минуты и не можешь. Кроме того, я достаточно долго изучал христианство, причем изучал с хорошими преподавателями из академии. Вот. Нет ничего подобного там, о чем вы говорите. А вот наши хасиды немецкие, только этим и занимались. Немецкий хасидизм, вспомните, по-моему, 10 или 11 век, я не помню точно. Они именно только и занимались внутренним содержанием. Но они не отменяли, они никак не отменяли. Они выполняли все, они все выполняли, но они сосредоточены. Рафшалентер о чем говорит? Ребят, может, пора уже немножко людьми становиться. Все верно. Все правильно. У нас, на самом деле, в принципе, я думаю, нет больших разногласий. Нет противоречий. Просто не надо лить на христиан. Они очень много сделали. Ну, давайте, да, дискуссия о христианстве это вообще тут не к месту. Вы извините, вообще не к месту, да? Ну, конечно, что там начали про Россию-то. Да, но вопрос в том, не надо упрощать, как придет папочка и скажет, что можно. Мир, мы видим, мы чувствуем, мы надеемся, что мир продвигается, продвигается к некоторому, так сказать, большему совершенствованию, к большему уровню морали. И мораль, в конечном итоге, это не мясное с молочным, хотя это, может быть, как-то влияет на нас. Мы не будем этого касаться. А это продвижение. Когда это продвижение придет к тому уровню, который запланированным на восьмой день, вот тогда мы действительно сможем понимать многие вещи сами без того, чтобы нам их разжевывали и объясняли со стороны. Но это уровень, просто на который мы еще не дошли. Вот сами вы приходите на наш уровень. Да, с удовольствием. Потому что, потому что все-таки кто-то может для себя, наверное, выучить. Хотя со многим не согласен. Нет, нет, я совсем согласен. Кроме одного, когда вы сказали, молочное с мясным, может и не надо, а может и надо. Вот с этим я не согласен. Я говорю, что это не надо сто процентов для тому, кому это не надо, для кого это подъем вверх. Для кого это подъем вверх. Давайте не будем обсуждать, у нас здесь не галактически. Но только само слово, нужно или не нужно, я бы не стал употреблять к заповедям. У меня тут другой вопрос есть, если он так коротко. Вот обратите внимание на эту фразу. Значит, человек не будет учить брата своего, вот, но не сказано, что, скажем, отец не будет учить сына. А в то же время дальше написано, что все будут знать от мала до велика. То есть можно так понять, что даже детям не будет требоваться обучение. Если это так, то... Давайте я вам прочту каких-нибудь комментариев, если вы не против. Как понимали наши мудрецеты, Эрмия, например, Радак или там... Да, давайте разберемся. Он говорит, не будут учить, это не значит, что все будут равны по мудрости. Потому что это невозможно. Потому что будут и более мудрые, и менее мудрые. Ну, неважно, он приводит пример. А смысл имеет, что они будут знать Всевышнего. Означает, что они будут яратоши, лерауты, ну, то есть трепет перед ним. И ходить по его путям. В общем, в таком же духе, мне кажется, и Мецудат Давид, и Мальден тоже комментируют. То есть они именно о том говорят, что я говорила, что люди дойдут до правильного понимания морали. Это то, о чем говорит Манитун, что наша задача найти решение уравнения братства. Отношения между людьми будут исправлены. И в этом смысле, кстати, как раз это очень важно. В смысле учения. Как раз мы здесь не зацикливаемся на учении, так сказать, Галахон или других вещей. А вся философия, в общем. И наше изучение, оно направлено на то, как мне правильно себя вести в этом мире. И это вот то, что они называют познанием Бога. То есть это согласуется тем, что, например, в Танахе говорят, что они не знали Бога. Имеется в виду, что это место моральное. Нет Бога в этом месте. Или эти самые, в недельной главе эти повитухи, они боялись Бога. Это значит, что они были моральными. То есть в этом смысле как раз это согласуется с тем, что когда... Вы мне не будете, так сказать... Иногда можно прийти к человеку и сказать, послушай, ты ведешь себя морально. Ты делаешь так и так. Как так можно? А он говорит, а ты меня не будешь тут учить, да? А что бы ему поучиться? Или там ребенку... Мы тоже иногда объясняем, что хорошо, что плохо. Может быть, не всегда по Маяковскому, но он от нас как-то перенимает это знание. Но вообще это знание с точки зрения как... Иудаизма есть у каждого внутри, его нужно раскрыть. И вот когда оно раскроется полностью, тогда не будут люди друг другу учить один другого. А пока вообще важно учиться. Потому что иногда ты думаешь, что ты хороший. Я был такой хорошей, потому что я говорила в начале, да? А потом как бы кто-то тебе может открыть глаза. И кажется, что ты сильно ошибался в чем-то. Бывает? Спасибо, Нехам. А то я сначала даже подумал, что если дети будут знать все с самого начала, и дальше уже меня совсем понесло, я подумал, а вот почему, может быть, перестанут отмечать Песох и читать Пасхальную году, что дети не будут задавать вопросов. Ну, не знаю. Про детей тут ничего не сказано, действительно. От мала до велика. Да, да. Ну, не знаю. Но дети тоже будут послушными. Можете себе такое представить? Не знаю. Это пока. Трудно всем представить. Послушные дети. Вот такой кошмар. Особенно в Израиле. Ну, на самом деле, можно найти и противоположных цитат. Вот, например, что в будущем каждый будет обжигаться о Хупу своего соседа. Мне кажется, тут как раз о том идет речь, да, что Хупа – окружающий свет его, да, то, что нет во мне. И мне нужно что-то, что у него есть. То есть я буду ощущать вот эту как раз разницу уровней, да, из которых следует, что мне нужно продолжать подниматься дальше, и получать что-то из мне. Да, но, знаешь, вот так… Комментаторы говорят, что уровень… Они не отменяют уровень. Может быть, один человек умнее, другой глупее. Это понятно. Но в смысле желания делать зло у людей, наверное, не будет. Идти по путям сегодняшнего. Это существенная вещь, наверное. – Давайте доживем до этого времени и посмотрим. – О, это было с удовольствием. – А нет никаких проблем. Потому что, если этот абзац разбирать, ну, лично мне вот после этого урока на неделю его хватит. Потому что я не понимаю ни одного слова. «Познайте Господа, будут знать меня». В таре написано, нельзя знать меня и остаться человеком. Человек – брат своего. Может быть, разницы между… – Не-не-не, это не надо путать. Нет того, кто может меня увидеть в мое лицо и остаться в живем. – Это немножко не то. – А что значит «познать»? Вот «Адам познал хаву». Спокойно. Не надо. «Адам познал хаву». Здесь стоит слово «познайте». – Да-да. Ну, это мы сейчас далеко делаем. – Вот я и говорю, что здесь на неделю примерно. – Нет, конечно. Это сложный вопрос. Конечно. У Маймонида там целая… – Да, это точно. Я как-то ковырял полгода эту часть у Маймонида. С рабом каким-то… И никуда не пришли. – Ну, много мыслей порождает, когда… – Точно, точно. Это точно. Лучше простая вера. – Ну, в каком-то плане, мне кажется, следующий отрывок дает ответ. – Ай, класс. Давайте. – Так, тогда я читаю. «Когда я изучаю Тору, встречаюсь ли я с Торой, как она есть?» Или же «Так, как она встречает меня?» Ответ в том, что никогда мы не сможем встретиться с Торой, как она есть. Цель в том, чтобы стремиться к встрече с Торой, как она есть на самом деле, прилепиться к высшей Торе. К Торе Всевышнего желание его… Мы желаем учить Тору Всевышнего, но в действительности человек занимается своей Торой. Здесь вот этот пасук из Тейлим… Ким бе Тора та шэм хэфсо, в Тора то я хэгею мам валайла. – А, я шэ. – Да, да. Комментаторы разделяют, что здесь есть Тора Всевышнего, который может быть только стремление. А та Тора, которую он повторяет или размышляет днем и ночью – это Тора то. Это Тора человека. К Торе Всевышнего я могу только стремиться. И то, что я от нее получил, это уже стало моей Торой. И стремление вот это продолжается. Мы желаем учить Тору Всевышнего, как сказано в Торе Всевышнего, желание его. Но в действительности человек занимается своей Торой. И своей Торой занимается днем и ночью. Стремление в том, чтобы учить Тору Всевышнего, несмотря на то, что я знаю, что не смогу утолить эту жажду. Ведь высшая Тора по своей сути подобна Всевышнему. Подобна тому, как сказано. «Давар, коров, лепкина» – это близко к этому принципу. «Лу ядатив, хаитив» – «Если бы я познал его, я был им». Здесь как раз это слово «яда» – «познать», которое означает «слияние». «Как Адам познал хаук». То есть мы не можем сказать, что знаем Всевышнего в полной мере, потому что если бы я познал его, я был бы им. Тогда оказалось бы, что Всевышний ограничен. Этого быть не может. Поэтому всегда есть дистанция и всегда есть бесконечное приближение. И деление на Тора Всевышнего и моя Тора. И к Торе Всевышнего всегда остается стремление, и приближение никогда не заканчивается. Ну, получается, что то, что мы в предыдущем парагнозе учили, это как бы никогда не реализуется, потому что это значит, что когда все будут знать Всевышнего, а в конечном итоге мы же никогда его так полностью знать не можем. Никогда не говорите никогда. Не, ну да. Видимо, я думаю, что надо это понимать в каком-то урезанном варианте. Не просто мы не имеем в виду, что мы действительно его будем знать, но будем стремиться ходить по его путям. Шерки, я боюсь слово сказать, гениально, но у меня сейчас одно желание – купить где-то эту книгу, сесть и залезть в нее. Пожалуйста, нет проблемы. Она продается. Наигрится-то. Ну, вообще нет проблем. Я потом позвоню, попробую. Натанну спросите. Вы же из Малету не вне. Нет, я из Батьяма. А, из Батьяма. Ну, можно прислать. Здесь для меня ключевое слово, которое для меня просто открыло меня. Когда я изучаю Тару, встречаюсь ли я с Тарой, как она есть или как она встречает меня? Вам это ничто не напоминает в открытиях последних там трехсот лет? Был такой философ, если вы помните, Канг, который говорил, помните, а вещь в себе и вещь является. Так вот, он именно так говорил о Боге, что все, что вокруг нас – это он нам являет, и мы видим так, как он хочет, а не так, как действительно есть. Ну, я не настолько большой специалист в Канге, чтобы есть разные очень комментарии к вещь в себе и так далее. Это, так сказать, я только очень простая. Писано Шерке или так, как она... Да-да, это похоже, но я хочу еще раз сказать, что я не уверена, я не возьмусь. Ну, это ответ на три страницы и лишней. Помните, говорите, мы обсуждали еще там про понимание, там что-то непонимание и так далее. Так ты можешь понять то, что он тебе дает, хочет дать. Ты готов, ты услышишь через Федю, Васю, Рабина такого-то. Ну, это мы заметили, мы уже немножко опять в сторону ушли, в сторону проведения, управления и так далее. А мы говорим о принципах, что человек может воспринять в конечном итоге, что он в конечном итоге не может полностью, в полной мере воспринять полную тару, как она есть. Ну, это то, что мы говорим дальше. Но адекватно ли это, тождественны ли это вещи в себе, в Канте или нет, я совсем не могу сказать. Я недостаточно. Хорошо, забудьте про Канте. Здесь он говорит, что творец мне или даст знания, или не даст. Он этого не говорил. Нет. Написано. Где? Как она встречает меня. Она это и есть творец. На встречу, да. Но он готов мне дать. Не то, что он мне ограничивает то, что он мне может дать. Не написано. Нет. Я не думаю. Обычно мы всегда учим, что человек может получить в соответствии с сосудом тем, что он может принять. Принять – это то, что ему может дать. Хочет дать творец. От творца есть неограниченное изобилие. Он, в общем, готов нам дать все. Но мы не в состоянии все воспринять. И больше того, когда нам дают больше, чем наши способности. Да, сосуды разбиваются. Да, сосуды разбиваются и все. Поэтому… Пока я прозрачен, ничего не будет разбиваться. Речь идет, насколько я закрыт от получения. Ну, это уже вопрос такой, это не совсем то. Да не надо вообще других вопросов. Только этих и надо решать вопросов. Ну ладно. Надо решить принципиальные когда-то вопросы. Почитайте наши книги. Ну, все время куда-то в сторону. Все время философствования. Не о принципиальных вопросах. Ну, смотрите. Рассеркий говорит то, что ему кажется важным для него и для нас. Да. А каждый оценит для себя, насколько это важно для него. Это точно. Это точно. Это точно. Ну, так мы про это дальше не можем. Тема любых разных женщин. Это точно. Ну, ладно. Оставим тему эту. Знаете, для меня три. Поиск себя в таре. Прочесть, да? Человек учит себя в таре. Считается, что он учит Тору. Когда человек ищет себя в таре, то это получается, что он учит Тору не ради нее. А если человек ищет в таре Тору, то тогда он занимается Торой ради нее, ради Торой. Это вообще очень-очень непростая вещь. А как узнать? Ради себя я учу или ради тар? Я что-то открываю в таре, какую-то интересную вещь. Вы всегда чувствуете. Каждый человек это чувствует. Я несу букет цветов в шаббат жене. Я знаю каждый момент. Это я несу ей или это я кайф ловлю. Ну, это все понимают. Просто надо немножко в себя уйти и посмотреть. Я не знаю. А может, вы несете жене букет, чтобы она... Покормила хорошо. Вау, покормила хорошо. Может быть. Но это тоже не ради нее. Хорошо отнеслась. Это все такие тонкие вещи, по-моему. А то ими надо заниматься. Чем же еще нам заниматься? Мы ими занимаемся. Поэтому я думаю, что РАМ здесь дает свою краткую формулировку. Здесь много вопросов. И каждый человек может себя спросить. Я просто озвучиваю то, что вопрос, который у меня в голове возникает в такой ситуации. Учу ли я Тору, потому что я получаю интеллектуальное наслаждение. Что для меня какие-то открытия в области морали таким образом. Или это я учу, потому что... Почему? Ради Торы. Потому что изучение Торы само по себе важно. Понимает человека, меняет его. Это тоже для себя. Все, что вы сказали, вы сказали только для Торы. Ну вот я и говорю. А вот где здесь сказать только для Торы? То есть ничего для себя. Потому что есть еще понятие Бог. Если вы хотите ему доставить удовольствие, это совершенно другое. Я не хочу ее учить. Да не надо мне эти знания сто тысяч лет. Но он хочет. Я его, может быть, этим порадую. Ну а если мне нравится? Да, я надеюсь, что я его этим порадую. Но мне нравится учить тоже. Это уже для себя. Все, уплыл. Вот, вот. Уплыл. Плохо дело. Значит, когда мы от этого удовольствия получаем от изучения Торы, это значит уже плохо дело. Плохо. Плохо. Значит, нужно из подпалки очень. Да. Но это тоже как-то странно. А вот что значит ищет себя в Торе? Как это понять? Ну, у него есть какое-то представление о мире. И он пытается, я думаю. И он хочет найти подтверждение этому в Торе. И это, между прочим, довольно часто. Мы видим, люди комментируют Тору, исходя из собственных представлений о том, что хорошо или плохо. Это, в общем-то, другая странная та же самая проблема. Они искренне считают, что они учат Тору или Шма. Здесь тоже очень тонко играть. Просто надо задумываться об этом. Я не думаю, что мы всегда можем сказать, ради чего мы учим Тору. Но иметь это в виду, конечно, нужно. Нахам, а можно я все-таки спрошу еще одну вещь, а? Это… Еще много. Конечно. А? Твои вопросы всегда актуальны, я знаю. Спасибо. Вот. Насчет того, что Тора – человек. Вот я просто задумался. Я всегда думал, что… Что имеется в виду? Что, поскольку все люди разные, то даже читая один и тот же текст, мы все видим по-своему. Так же, как мы все на свете видим, каждый по-своему. Вот. А может быть, это имеется в виду другое, что мы изучаем Тору, а Всевышний как бы как учитель, ученикам, как бы дает каждому свое маленькое задание. Вот тебе вот этот отрывок, а тебе вот этот отрывок. И вот это и есть личная Тора человека. Вот как вы думаете? Не знаю. Мне кажется, это как раз то, о чем мы спорили в предыдущем отрывке, да. Что есть два аспекта. С одной стороны, я могу постичь, соответственно, размером своих келим. Да. Вот. Какой у меня есть сосуд, столько я и получу, да. Это зависит от меня, да. Постигаемое знание, да. С другой стороны, здесь сказано, то есть как Тора встречает меня. То есть получается, что с той стороны, которую я хочу постичь, там тоже есть какая-то воля, которая мне откроется или не откроется, да. Как в Зуаре. Тора – это принцесса, которая там в окне замка, да. То выглянет, то скроется, да. И там кто знает, тот ждет, ходит и ищет, пока она откроется ему, да. И вот здесь как раз и сказано, да, что вот следующий отрывок, что есть два, есть двое – я и Тора, да. С одной стороны, от меня зависит, что я постигну. С другой стороны, есть Тора, да, которая тоже может открыться и скрыться. Вот такая вот двойственность. Ну, да. Вообще. Я вижу это иначе. Наверное, это не по теме. Ну, ладно, давайте, если не по теме, лучше не надо. Потому что я действительно себя ищу в Торе. Не тело мое, не мозги мои, не знание, как кто сказал, чего и куда, зачем положить и в какое время. Я себя ищу. А это за всем этим лежит. И в этом суть Торы. И это, если Машена писал, то он именно об этом и писал. Ну да, здесь вы не согласны. А все-таки, мне кажется, разница существенная. Это не Раф Ширке выдумал. Действительно, есть в этом важный принцип. Но как это разделить и как это осознать, мне, например, не очевидно совершенно. Ну, я думаю, это еще как-то связано со способностью человека признавать истину. Потому что мы все себя в чем-то обманываем очень часто. Все. Поэтому, может быть, мир наш называется мир лжи. Только как бы пророки или там прадцы наши. Поэтому книга называется иногда Береша. Книга прямых. Прямые люди, вроде Муши, они в состоянии входить в контакт Всевышнего. И видеть истину. И тогда они и про себя видят истину. Но обычно мы на это не способны. И стремление увидеть истину, как она есть, оно, на самом деле, я думаю, правильное. Хотя не всегда нам доступно. Например, на горе Синаи они не готовы были это слушать. Они не готовы были слушать голос Всевышнего, потому что он открывал истину про них сами. И это невыносимая вещь. Может быть, из-за этого такая длинная история принятие тары и так далее. Устные тары, письменные тары и так далее. Только через правок мы получаем из старых рук, не прямо от всего. Поэтому вот то, что он говорит, не искать себя в тари, когда ты ищешь себя, ты ищешь подтверждение своему видению, которое на самом деле видение нечестное, не открытое до конца. А если ты его пытаешься аннулировать и смотреть на тару, как она есть, что она говорит тебе на самом деле, это будет тара лишь мая. Это мое предположение, не знаю. Согласен с вами. Полностью согласен. О, удивительно. Полностью. Да, я хочу только чуть-чуть добавить. Маше, он сын фараона и выучился как фараон. А евреи, которые получали тару, выучились как рабы, ползающие на брюте. Вот и вся разница. Поэтому он к Богу открыт, а они рабы. И дальше мы всю жизнь меняемся. Ну, может быть, да. Давайте продолжим. Я продолжу или Гриша? Да, я думаю, что там дальше будет большой тоже сложный кусок. Я думаю, мы сегодня и так было довольно глубоко. Ну, давайте тогда остановимся. Я тогда буду убираться тут. Спасибо всем. Извините за помехи. Нет, все в порядке. Очень важно. Просто я иногда стараюсь ограничить отступление в сторону. А когда по сути, то это важно всегда. Спасибо всем за все. Ну, извините за опоздание и за то, что я сегодня на одной ноге пойду. Спасибо. Спасибо всем. Тогда до следующих встреч. И у нас начинается следующий урок Мейера Левинова через 25 минут. Ага. Ага. Спасибо, Андрей. Нехам спасибо, Александр Львович. До свидания. Так. Всех ждем. До свидания. Спасибо. Поставьте, чтобы можно было послушать. Пропустила полурока. Да, да. Запись будет в Ютубе. Спасибо, Андрей.